И поэтому перед Господом и Церковью всех присутствующих и перед другом вы обещаете, чтобы до конца сохранить это, сказать, союз. Руку милостей, о чудных, возложить теперь на них, возложить теперь на них. Руку милостей, о чудных, возложить теперь на них, возложить теперь на них. Теперь мы сделаем следующее. Мы попросим родителей выйти и родители помолятся. Родители помолятся, затем помолятся. Молодые склонятся на колени и все же сначала левтина, затем степа помолятся. Пожалуйста. Господь мой, Бог мой, сердечно благодарю тебе, Господи, 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 я благослови и благослови, и дети мои, которые я в стремлении, Господи, благослови их, своей божественной мудростью, чтобы они были мудрые, Иисусе Пустье, мой милостейный Господь, благослови и сохрани их Поживи, будь верными друг другу, верными Господу, Богу нашему, Отцу и Сыну, Святому Духу. Аминь. Аминь. Мой Господь, Иврады, я благодарю Тебя за то, что Ты пройдил мои дни, и я вижу радость и счастье детей моих. И ныне, мой Отец, я предаю их в руки Твои, святые, и прошу, чтобы Ты пролел их всю жизнь. Слава Тебе, мой Господь, что Ты милосерден к нам. Слава Тебе, что Ты любишь нас. И я прошу милости Твоей для этой молодой семьи, благослови. И не оштай их на всю их жизнь. Пусть их сердца пьются, внесом Тебе, мой Господь. Я молю Тебя и прошу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Небесный Отец, а также сердечно благодарен Тебе за то, что Ты никогда в жизни моей, вот нашей, с моей дорогой супругой, подарил нам Левтину, нашу дочку, первая наша дочка. Какой дорогой сыной, Господи, она досталась. Только Ты, Господи, знаешь, и мы. Сколько, Господь, было переживаний. Сколько... Сколько мы... Слез проливали, Господи, бывали и такое. Также грабывались. И Ты всегда, Господи, рука Твоя, она была с нами. Даже тогда, когда мы Тебя еще не знали, то Ты был с нами. Я это могу сказать уверенностью. Я оглядываюсь на Твою жизненный путь. Я благодарен Тебе, что Ты пошел и в нашу семью, Господи. И по милости Твоей, Господи, Ты садил у нас детьми Твоей. И сегодня я также радуюсь, что дочка, она, дитя Твое. И также вот и Степан, теперь уже еще один сын в нашей семье. И они любят Тебя. И они желают, Господи, также вместе продолжать совместную жизнь. Сегодня они приглашают Тебя, нашего Господа. Я присоединяюсь к Господе и к их молитвам. И молю их. Единственная моя молитва – это благословие Божие. Дай, Господи, чтобы они устояли. Ты последний день жизни своей на этой земле, Господи, оказались верными последователями Твоими. И чтобы семья это прославляла имя Твое. И радовала наши родительские очи и Твоей, нашего Отца Небесного. За все мы Тебе благодарны, наш Спаситель, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Я благодарна тебе за то, что ты никогда нашел меня в этом мире и спас. Меня Господь назвал девчонку своим, Господи. Я благодарна тебе за то, что ты такой милосердие, любящий Бог. Я благодарна тебе за то, что ты так же познакомил нас, Господь. Потому что ты соединил наши сердца. Я прошу Тебя, Господь, не возьми ты все в свои руки. Господь, мне довольны во всем, только Твоя воля, Господь. Я умоляю тебя с Твоей сердца, чтобы Ты был нашим фундаментом, в нашей семье, Господь. Я прошу, помоги нам, Господь, сюда бывать на Тебя, Господи. Руки Твои все отдаю, мой Господь, мне. Пусть будет так, как хочешь Ты, Божий, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Дорогой Небесный Отец, я так же сердечно благодарен Тебе за спасение, которое Ты принес в этот мир через Господа нашего Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, что Ты призвал меня в молодые годы и дал мне спутницу в моей жизни, Господь. Благодарю Тебя, что сейчас мы стоим перед Тобою и просим у Тебя благословения, и Ты обещаешь его дать, если мы будем послушны Тебе всю свою жизнь. Помоги мне, Господь, исполнять те слова, которые Ты оставил на наставление, как мужа в Библии. Помоги, чтобы я мог любить свою жену. Вот Ты любишь свою церковь. Помоги, чтобы наша семья, она была для Твоей славы. Чтобы все, что будет в нашей жизни, оно радовало Тебя. Укрепи нашу веру в Тебя и помоги нам пройти этот начатый путь до конца, Господь. Мы молим Тебя, чтобы во всем мы видели волю Твою, милость Твою. И доброславится имя Святое Твое, в веки веков живущий Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Боже, прислали по воле Твоей. Боже, прислали по воле Тебя, в веки веков живущий Бог Отец, Сын и Святой Дух. Сын и Святой Дух. Боже, прислали по воле Тебя, в веков живущий Бог Отец, Сын и Святой Дух. Во имя Иисуса Христа, мы вновь обращаемся к Тебе за Твоим благословением. За тем, чтобы Ты, Господь, благословил эту волную и щиту. Для того, чтобы им пройти этот земной путь вместе с Тобою. Ты, Господь, видишь эти сердца, которые сегодня бьются и любят друг друга. Помоги, чтобы они были способны пронести эту любовь до конца и остаться верными Тебе и друг другу. Ты знаешь, Господь, всю сложность этой жизни на земле. И сколько много трудностей им также придется встретить. Но помоги, чтобы все это они могли преодолевать силою Твоею. Господь, и Ты возлюбил их тоже любовью вечную. Помоги, Господь, чтобы Степан, он четко хранил и ясно Твои заповеди, Слово Твое. Чтобы был священником в доме своем, в семье. Чтобы собирал семью для молитвы и общения с Тобою. Чтобы вместе они шли на собрания. На то место, где собираются святыри Твои. Господь, благослови Иеретина. Ты знаешь и ее сердце. И все ее способности. И также, Господь, помоги ей быть послушной женой. Помоги, чтобы она была покорна мужу. Имела дух смирения. Была кроткой. Ты знаешь, что, как и это, тяжело все соблюдать. И в этом Ты, Господь, только можешь помочь. Господь, Ты, Господь, делаешь великое. Ты создаешь эту новую семью. Для Твоей славы. Помоги, Господь, чтобы те дети, которые будут даны Тобой им, они также имели эту возможность и способность вырасти для Тебя, воспитать. Господь, помоги, чтобы братья и сестра, они были в служении постоянно Тебе, народу Твоему. Усмотри, Господь, в жизни все необходимое для того, чтобы Ты был прославлен и возвеличен Тебе, единому Богу. Хвала и слава во имя Отца, Сына Духа Святого. Аминь. Аминь. Сегодня брат Степан и сестра Левтина, они объявляются мужем и женой. Что Бог сосчитал, того человек да не разлучает. Аминь. Аминь. Я хотел бы, чтобы мои родители подошли тоже. И хотел бы еще обратиться именно к Степану и Алептини. Степан, кто это для тебя? Папа и Мама. Разговаривай их постоянно, люби их Бога. И чтобы они были тоже в твоем сердце, как и твоя мама. И папа. Алептина. Мама. Мама. Тоже. Пускай она будет в своем сердце, чтобы так же Бог благословлял. Ну и вы, родители, для вас кто это? Сын. Сын. Да. Солнышко моё. Слава Богу. Я думаю, вы можете поприветствовать, поздравить молодых. Радуйся, небо, звезды. Пойте ангелы, пойте. Радуйся, небо, ныне в бедном и пилы. Согласие, без согласия, без сочетания. Радуйся, небо, радуйся, небо, звезды, пихоньки, ангелы, пойте. Радуйся, небо, звезды, пихоньки, ангелы, пойте. Я хотел бы, чтобы сейчас в пресвете, в служителе поместной церкви, он обратился словом и тоже с пожеланием и поздравил. Пожалуйста. Я прошу, братья и сестры, вы можете сесть. Я сегодня думаю, что для наших молодых очень хороший трон был. Может кто-нибудь скажет, ну, Александр, ты перегибаешь, где же трон тут? Посмотрите, братья и сестры, дорогие друзья, какой трон сегодня? Что там написано на этом троне? Время читать что? Библию. И этот год действительно объявлен годом Библии и молитвы среди казахстанского братства. Поэтому мы и с церковью читаем Слово Божие по домам, в молитвенных группах, и лично каждый читает Библию. То есть в этот год должен каждый человек прочитать хотя бы один раз Библию. И знаете, сегодня как раз год Библии, как-то Бог положил мне на сердце, всем, кто в этом году будет заключать брачный союз, может быть, молодых кто-то и поспешит, получить вот такую Библию. Это Сибирная Библия, здесь все можно записать, тут есть разделы, такие, как вот, например, это называется, вот, свидетели церемонии бракосочетания, тут здесь можно записать, потом близкие родственники, вот, дети, смотрите, о, тут столько для детей можно вписать, больше, чем у меня их можно вписать, и так далее. И уже последние, даже, эти отошедшие в вечность. Поэтому мы от лица церкви решили также и вам теперь подарить такую семейную Библию. Значит, на память Степану и Алифтене в день бракосочетания от церкви города Тарас, и, значит, такое пожелание вам от лица церкви, читайте Библию. Когда? Каждый день. Каждый день. Всегда, знаете, это можете, а вот каждый день читать Библию. И вместо пожелания моей книга Иисуса Навина 1.8. Я думаю, вы все знаете, это прекрасное место священного писания. Поэтому, что самое дорогое, что от лица церкви, мы хотели от Господа благословение, а церкви вам подарить самое дорогое, это слово жизни. Да благословит вас Бог. Я хотел бы еще от себя, как бы закладку, эту открытку вам в Библию. Я ее так подписал Степан и Алифтина. Помните, что вы являетесь детьми Божьими, и именно Он даровал нам великие и драгоценные обетования. Это место писания 1 Петра. 2 Петра 1.4. Соблюдайте заповеди Его, любите друг друга чистого сердца, и Божье благословение пребудет с вами. А здесь открытому письмо, жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего. Алифтина.